SCP-1377. Автоматы парламентарии. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. Экземпляры SCP-1377-01. После захвата и обсервации следует помещать на хранение в морге-крылаце зоны 23, оборудованном согласно протоколам содержания и оснащенном инфраструктурой безопасности. Для доступа к особям SCP-1377-01 с целью экспериментов требуется письменное разрешение от директора по исследованиям и проектного кибернетического комитета. Во время появления новой экземпляры SCP-1377-01 незназначенные посредники в организациях, ответственных за охрану государственных законодательных органов, немедленно оповещают директора по исследованиям, которые передают инструкции МОК КАПА-71. Правила регламента Роберта. МОК КАПА-71 производит нейтрализацию SCP-1377-01 и его постановку на содержание либо самостоятельно, либо инструктируя находящихся в непосредственной близости от события силы безопасности фонда. В связи с эпатетическим деликатной природой проявлений SCP-1377 во время последующих мер по контролю информации применения к свидетелям амнезиаков должно быть сведено к минимуму. Смотрите подробнее в документацию по протоколу SCP-1377-SALON. Все процедуры контроля информации, связанные с SCP-1377, перед внедрением, утверждаются директором по исследованию. Описание SCP-1377 представляет собой явление, проявляющееся в законодательных органах по всему миру с 1952 года и по сей день. Явление заключается в том, что экземпляр SCP-1377-01, человекообразные автоматические устройства различных физических характеристик, неизвестным образом появляются в месте проведения официального заседания государственного органа правления, предоставляет комплект поддельных документов, идентифицирующих его как члена этого органа, и пытается пройти в помещение заседания. Во всех случаях поддельные документы идентифицируют SCP-1377-01 как представителя фиктивного избирательного округа в рамках юрисдикции данного государства. Премьер включает попытку выдать себя за представителя от Логберроу в парламенте Великобритании, чилийского депутата от региона Камина Деско Носидо, члена Национальной Ассамблеи Бацваны из западного Ниванда, и сенатора США, представляющего штат Кен Суик. На фотографии SCP-1377-01.20 выступает перед Национальной Ассамблеей Республики Корея. Экземпляры SCP-1377-01 состоят из живых органических тканей и имеют приблизительное сходство с человеком. Тем не менее, анатомия SCP-1377-01 значительно отличается от таковой у Homo sapiens. Существа обладают мускулатурой и соединительной тканью, аналогичными человеческим, но не имеют никаких внутренних органов, кроме мясистой массы неопределенного назначения в районе грудной полости. Кроме того, скелет SCP-1377-01 состоит из ткани, напоминающей затвердевшую хрящевую. По-видимому, из-за этого движение SCP-1377-01 выглядит нечеткими и резкими. Анализ ДНК подтверждает, что SCP-1377-01 не соответствует никакому биологическому организму из известных в настоящее время фонду данных об особях SCP-1377-01 до сих пор появления не имеется. Развитие этих организмов плохо изучено. Тем не менее, все особи SCP-1377-01 прекращали подавать признаки жизни через 12-18 часов после проявления. С первого известного проявления 23.04.1952 до сегодняшнего дня было зарегистрировано появление 27 экземпляров SCP-1377-01 в 24 странах. Все экземпляры SCP-1377-01 были захвачены и доставлены на содержание фонда, с исключением SCP-1377-01.14. Смотрите инцидент 1377-01. На фотографии SCP-1377-01.2 обнаружен в засекреченном. В случае успешного проникновения в место проведения заседания, SCP-1377-01 выступает с речью, содержание которой в широких пределах варьируется между экземплярами SCP-1377-01. Так, в первом известном случае, в окализации SCP-1377-01.3 издали серию статических визгов и электронных тонов. SCP-1377-01.7 обратился к Верховному Народному Консулу Южного Йемена с 8-минутной имитацией агрессивных завываний, характерных для Восточной Гориллы. О вокализации SCP-1377-01.27, совсем недавно появившегося в германском рейхстаге, напоминали человеческую речь, не имевшую какой-либо лингвистической структуры или закономерности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok